Проектные работы по монтажу стародавней фрески «Сон Иакова» распачал Могилевский областный мостатский музей имя Павла Масленникова. Эта фреска захована спадше на 18-го года. Ее сняли мастаки-рестаураторы в 1978 году перед разборением костела Кармелиту, что находился в Белоничах. В худшем часе сюжет на реште будет представлен массовому глядачу. Иаков, который увидел в сне лесец в небо. Своё бачення гэтага библейскага сюжета у 18-м стагодзе написал монах Иосиф з Белынинского Кармелитского костела. Гэтую и еще три фрески вырытывали мастаки-рестаураторы перед взрывом храма у 1978 годзе. Выставлялись ящики, в которые складывались отбитые рештки фрески. Потом они привозились в ресторационные майстерни города Минска. И на протягу 20-ти год сбирались у невеликой такие композиции по мерам 50 на 50. Таких квадратов больше за 80. Дякую, что макету, який является объектом наукового доследования и представленный у масштабе 1 до 10, будет сбираться композиция. Гэтая композиция по своей вышине больше 7 метров и ширину так само больше 7. Як пазлы сегодня сбирают наши детки, как собрать какую-то композицию, так и мы можем долучиться до той композиции, какая жила у костеле Кармелитов. Таких композиций мы с вами не состреним ни одним из костелов не только на территории Беларуси, але и у костелов Заходной Европы. Колер на фресках минавита с 18-го ста годя. Фарбы с того часу вельми пераутварылись, а з'явился уникальный пигмент. Такие ацени зараз не изнойдиш и не подбережь, кажуть мастацтва знавцы. Некальки год тому склали фрески «Пераутварыння Господня» и «Нясення Крыжа». Цепер чарга за сюжетами. Сон Иакова – Пакуты Господни. У нас была состреча с мастаками-рестаураторами, які планують собрать эту композицию, и так я ее выявить у просторы, каб яна была максимально приближна до тих умов, коль яна жила у лесичной клетки костела Кармелитов. Проектные работы по монтажу фресок каштують дорого. При належным финансовании, кажуть у музеи, их махчыма буде показать массовому глядачу селита у вересни. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболев, Новинирегіон.